Людям должно нравиться то, что мы играем. Если им не нравится, значит, придут другие люди, которым понравится. Это то, чем ты должен заниматься на данном этапе. Попробуй, и попробуй это сделать так, чтобы это тебя не разрушило. Иногда это, кстати, очень полезно, смириться с тем, что нет выбора, отпустить, понимая, что, возможно, это сейчас та сцена, которая должна тебя чему-то научить. Я поймал себя на мысли в один момент, что я вообще не замечаю никого из зрителей, потому что я просто разговариваю с Эмилем, мы просто играем, получаем удовольствие от того, что происходит между нами, и как будто даже нет зрителей. У меня четкий принцип, что людям должно нравиться то, что мы играем. Если им не нравится, значит, придут другие люди, которым понравится. Но играть то, что нравится людям, я уже наигрался, это путь, ведущий в никуда. Я никогда не думаю, что если вдруг людям не понравится, то я не буду это играть. Нет. И мы вставляем несколько композиций в концерт, которые с вероятностью 100% всем понравятся. Даже несмотря на то, что мы играем в основном материал авторский, бывает или в игровой форме какой-то кусочек ставить или что-то, то есть элемент угодить, развлечь, порадовать публику мы все равно вставляем в концерты, но основной мыслью является, что должна образоваться публика, которая будет слушать то, что мы играем, даже если там не будет ничего, что им до этого нравилось и что им знакомо. Мы тут же в первую минуту общения с Эмилем выяснили, что у нас есть общий, можно сказать, кумир в лице Альдемиолы. Просто началось с того, что я сделал Эмилю комплимент, что его музыка, я чувствую, что она была вдохновлена во многом музыкой Альдемиолы. Мне так, ну это было мое ощущение, мне так показалось. Может быть, это неправильно так делать, человек может на самом деле почувствовать, как будто я говорю, что ты что-то это слезал с Альдемиолы. Чувак, это не оригинальная музыка. Ну, уже сказал. Снова не вернем. Это был наш последний концерт, да, я так понимаю? Я уже смирился, что это будет после этого интервью, ты меня уволишь. Он тут же побежал за своим телефоном, говорит, подожди, подожди, подожди. Он прибежал и показал мне, смотри, я неделю назад сидел с Альдемиолой, вот как мы сейчас с тобой. Но тут на следующий день его ребята должны были возвращаться в Израиль, потому что у них уже были билеты, он не может без музыки. Он хотел сделать какие-то концерты в отсутствии своих ребят, поэтому в первую очередь он позвонил, конечно, нормальным музыкантам, которые не смогли, но они, видимо, были слишком заняты. Вот, и он позвонил мне, не знаю почему. Что касается самопиара, в данном случае это тоже выход из зоны комфорта для меня лично. Кажется мне иногда, когда я пытаюсь написать какой-то пост, неважно, поделиться своими успехами или рассказать о предстоящих концертах, как будто бы мне бы уже и не надо было бы этого делать. В принципе, и так должно быть все понятно, я просто могу свои мысли выражать, ничего, ни о чем не напоминая, никуда не зазывая и так далее. То есть, как будто бы ощущение, что я уже это перерос. Соответственно, самопиар становится преодолением своего этого ощущения и мнения о себе и о своих заслугах. Иногда кажется, а не хвастовство ли это, а с другой стороны, другого способа нет. После последнего концерта, который у нас был вот в Монреале, как раз у вас один из отзывов, которые я прочитал под постом, был о том, что человек, слушавший нашу музыку, забывал обо всем на каких-то композициях и прямо улетал в какие-то иные измерения. Вот это вот очень важно. И подтверждает в очередной раз то, что это не моя выдумка, а это действительно существует. Я не могу точно вспомнить о том, что было сначала. Услышал ли я отзыв о своей музыке, что она помогает людям решать какие-то внутренние вопросы. Или я почувствовал, что узнал, почувствовал, понял, что у музыки есть данное предназначение, и что моя музыка тоже может быть такой. И транслируя это, начал получать отзывы. Что было раньше, я не помню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, всегда ли я нахожусь на своем правильном пути, но я знаю, что я его ищу. Я его нащупываю. Потому что это нелегко. Мы изучаем себя на протяжении всей жизни, и, видимо, именно тот правильный путь мы и пытаемся нащупать. То есть существует и судьба, на мой взгляд, и правильный, либо не очень правильный. Знаешь, давай назовем это неправильный, а оптимальный путь. Для того, чтобы ты реализовал свои задачи, то, для чего ты родился. Я думаю, что существует оптимальный и неоптимальный пути. Наверное, музыка – это то, что меня питает. Я когда-то, когда думал о том, какой карьерный путь выбирать, у меня были романтические мысли заняться музыкой профессионально. Меня всегда привлекала атмосфера музыкальных событий, музыкальных, всего, что связано с музыкой. Когда я заходил в музыкальный магазин, я хотел работать в музыкальном магазине. Когда я еще учился в школе, я мечтал строиться в музыкальный магазин работать. Или когда я был на каких-то концертах и видел звукорежиссерский пульт, меня очень привлекали все эти кнопочки. Я думал, может быть, пойти в... поступить в вуз, где обучают звукорежиссерскому делу. Но потом я выбрал более прагматичный путь и пошел учиться на математику. Но музыка всегда была большой частью моей жизни. Даже сложный путь, если это твой путь, и он оптимален для тебя, он все равно легкий. Он все равно принесет удовольствие. Это, пожалуй, как в спорте. Должен ли спортсмен преодолевать себя для того, чтобы занять первое место на Олимпиаде или получить золото на Олимпиаде? Должен ли он преодолевать себя? Бывает день, который ты ненавидишь, а бывает день, который приносит тебе удовольствие. Но если у тебя есть ощущение, что тебе нужна эта медаль, что ты готовишься для того, чтобы ее получить, и она принесет тебе удовольствие, более того, самое важное, что процесс подготовки дает тебе ощущение удовлетворения, то сложный путь становится легким. Сложный физически становится легким ментально. К сожалению, я не могу сказать, что профессиональная моя деятельность, моя работа меня полностью наполняет мою личность. То есть я делаю это, потому что это то, что мне нужно делать, но, к сожалению, я не тот человек, который может про себя сказать, что я занимаюсь тем, что я люблю. Я интровертный человек по складу, по темпераменту. Я за гитару прячусь, если честно. Для меня это такой щит. Я ее использую как какой-то определенный барьер перед другими, может быть, людьми, обстоятельствами, и как бы я немножко за нее прячусь. Я об этом отдаю себе отчет, но музыка меня всегда наполняла, и я не представляю, чтобы я не занимался вообще музыкой. Она мне дает возможность получать те ощущения какого-то счастья. Преодоления у меня по большей части были ментальны. Нужно работать со своим эго, заниматься не тем, чем бы ты хотел заниматься. И эти преодоления всегда шли мне на пользу. Когда я переехал в Израиль, я приехал убежденный в том, что я вот такой классный музыкант, сейчас я всем буду нужен, сейчас прям посыпятся предложения, и я должен заниматься только музыкой. Реальность оказалась совершенно другой. Мне пришлось подрабатывать на разных физических работах, разгружать там контейнеры в порту, устанавливать декорации и так далее, и так далее, и так далее. На тот момент это было для меня очень сложно. Это было очень сложно преодолеть, сломать свое эго, согласиться идти работать не туда, вообще куда-то, что вообще не связано с твоей мечтой. Преодолеть это. Физически это достаточно сложно, рано просыпаться, таскать, несмотря на то, что я физически достаточно сильный, все равно это было сложно и непривычно. Но я решил просто для себя, выбрал, не уходить в мысли о том, что вот, видимо, я неудачник, или меня недооценили, или все вокруг кто-то толкает меня на то, что я должен это делать, предатели, и не верят в меня, в мою мечту, а просто вот попробуй. Раз что-то тебе нужно сделать в этот период времени, ты попробуй, а там посмотришь. Вот я так для себя решил. Через какое-то время, буквально через год-два, я понял, что это стало настоящей точкой роста. Более того, все эти виды работ помогли мне заниматься моим любимым делом. Я находил время, несмотря на заниматься игрой на гитаре, у меня появилось больше стимула приблизить реализацию своей мечты, и я перестал беспокоиться о том, что я не зарабатываю деньги. И в итоге, шаг за шагом, это вывело меня на то, что я начал заниматься только музыкой. Но в какой-то момент я понял, что и уже эти работы и подработки стали для меня зоной комфорта. Они перестали меня развивать. То есть сам себе я стал говорить, что да, молодец, ты продолжаешь преодолевать свое эго, а это уже перестало быть преодолением эго, потому что это стало чем-то легким для меня. То есть то, что было сложным, возвращаемся, сложный путь стал легким, потому что это мой оптимальный путь. И, видимо, моя душа знала, что мне нужно пройти это, а не так, что меня сразу увидел какой-то там продюсер, вложил кучу денег и все, вот занимаюсь я только этим. И сейчас у меня нет сомнений, что мой путь именно таков. И дальше с моим переездом временным в Канаду та же история. Приходится работать, приходятся какие-то периоды застоя, периоды взлетов, и как минимум у меня уже наработана прокачана мышца. Хотя это не всегда помогает. Потому что сейчас эти задачки, они еще более сложные, потому что уровень, технический уровень, уровень узнаваемости, опыт гораздо выше у меня сейчас, чем когда я переезжал в Израиль. Соответственно, требования к себе и ожидания от реальности гораздо выше. И это новое преодоление. То есть этот путь, это путь длиною в жизнь. Я думаю, оптимальный путь может быть сложным, точно так, как и легкий путь может быть не твоим на самом деле. То есть это все индивидуально. И самая главная задача, как это понимать, это непрерывно работать над собой, непрерывно анализировать себя и стараться смотреть на себя самого и на свою жизнь не с позиции актера внутри сцены, а с позиции одновременно и актера, и режиссера, и сценариста. Немного выходить за рамки своего восприятия сцен своей жизни. Иногда не делать какой-то конкретный выбор, категоричный выбор, это тоже выбор, и для этого нужна сила. Иногда это, кстати, очень полезно, смириться с тем, что нет выбора, отпустить, понимая, что, возможно, это сейчас та сцена, которая должна тебя чему-то научить. Ответственность осознать то, что от тебя ничего не зависит, в то время, когда все зависит от тебя. Конечно, легче, когда ты ее отдаешь, потому что ты тогда можешь списывать на всех, винить всех, кроме самого себя, а винить просто не надо. Нужно просто работать и стараться найти, ощутить, почувствовать свой путь, исследовать по нему. Наличие страха, оно естественное. Но вопрос в том, что ты будешь с этим страхом делать. Потому что если стараться его контролировать, где-то не получится, может появиться разочарование в самом себе и в своих способностях, потом отпустишь и будешь бояться всегда и ничего с этим не делать. Работать со страхом, во-первых, иногда позволять себе бояться, если это не критично, да, это реакция. Ты с ней работаешь, ты понимаешь, что у нас существует, ты понимаешь, что ты можешь где-то испугаться, ты понимаешь, что ты не идеален, ты понимаешь, что ты не всесилен, ты понимаешь, что ты смертен, в конце концов. Это все части, которые связаны, части нашей жизни, которые связаны со страхом. Допустим, я делаю элементарные упражнения, там, считаю до десяти, если мне страшно, представляю какие-то волны света, которые меня наполняют и которые я транслирую. Я не могу назвать то, что я ощущаю перед концертами, страхом. То есть страха я не испытываю, я испытываю волнение. Правило приятное, и оно придает мне силу. Например, перед концертом в Монреале, прошлый, у меня было необычное волнение, наверное, уже с года два у меня такого ощущения не было. Я не знаю, с чем это связано, может быть, потому что новая совершенно публика, может быть, потому что я давно не выступал в атмосфере ресторана в таких масштабах. Достаточно большой был у нас масштаб концерта. Но у меня было такое непривычное волнение. Но оно было приятное. Раньше, кстати, когда технических навыков было меньше, исполнительских, волнение меня сковывало. То есть я, допустим, играя дома, занимаюсь, репетируя, я играл гораздо лучше, чем потом, выходя на сцену, как раз-таки из-за волнения. Сейчас оно меня даже подбадривает иногда. Иногда какие-то фертеля получаются, которые дома не получались вдруг. Потому что вот есть этот адреналин, это волнение. У меня ведь идея, что я должен стать музыкантом, и там, она никогда у меня не проходила, вот как я в это поверил, работаю, работаю, работаю над этим. В какой-то момент вопрос стал таким образом, что я понимаю, что Оксана не может продолжать работать там, где она работает, потому что ей надо свою миссию выполнять. Это ее предназначение. А я начал подрабатывать, вот это вот, таскать всякие тяжести и так далее. И я в какой-то момент даже себе сказал, слушай, ну, возможно, твоя задача жизни, это обеспечить ей, чтобы она выполнила свою задачу жизни. И как бы, ну, музыка музыкой, ну, будешь заниматься себе, там, сидеть дома, играть, ну, там, иногда выступать, но деньги, будь добр, приноси в семью, потому что, ну, как бы, а вдруг, ну, вот я же не могу знать, может, я себе придумал, что я должен стать музыкантом, а моя реальная задача, раз мы вот взаимодействуем, она мне помогла, там, многие вещи понять, а может, ты должен просто вот быть ее условно, обслуживающим персоналом, который человеку помогает, реализовывать задачу. Может быть, такая задача в жизни, она ничуть не менее почетная, она ничуть не менее важная, но ты, как бы, возможно, так. Когда я начал так думать, у нас начали, как бы, и заработки увеличились, и у меня с музыкой стало идти гораздо лучше, понимаешь? И она начала выполнять свою задачу. Меня сломали, заставили отказаться от мечты? Нет. Когда тебе предлагают попробовать себя изменить, ты начинаешь думать, если ты здравомыслящий человек, слушай, но если до этого, что бы я ни делал, я не ощущал себя долгое время счастливым, наверное, может быть, стоит попробовать то, что мне предлагают. Ты начинаешь это пробовать, и со временем, преодолевая, ломая себя, страдая, ты приходишь к тому, что так, как-то, вот, у меня есть ощущение удовлетворения. Значит, видимо, что-то в этом есть. Значит, надо прислушаться. И таким образом, ты делаешь выборы в пользу того, чтобы преодолевать себя, для того, чтобы на том этапе было возможно выстраивать отношения с тем человеком, который тебя заставляет преодолевать себя. А в итоге, потом ты ему говоришь спасибо. То есть, суть человека, его сердцевину, условно, изменить невозможно. Но где гарантия того, что до того, как я встретил свою жену, я был собой настоящим? Может быть, я как раз таки и не был собой, и она мою вот эту вот сердцевину и открыла. Допустим, тебе встречается человек, либо люди, либо ситуации в жизни, который как раз таки, благодаря тому, что не идет у тебя на поводу, а заставляет тебя ломаться, меняться, ты думаешь, что он ломает тебя. А он не ломает тебя, он тебя лепит. Он создает то, кем ты и являешься, по сути. А до этого ты думал, что ты являешься таким, а ты не такой на самом деле. Почему? Почему вообще это получилось? Потому что, несмотря на всю свою предыдущую жизнь, внешнюю уверенность, все остальное, я внутренне счастливым себя не чувствовал. Тебе просто показали, каким ты можешь быть и какое ощущение жизни у тебя может быть. И на мой взгляд, это вот самое ценное, что возможно во взаимоотношениях. Я уверен, мы бы не сидели сейчас в Монреале после концерта, не записывали бы интервью о философии, о смысле жизни и так далее, если бы тогда у меня не было проработки благодаря моей жене. Состояние счастья, когда я ощущаю, что я реализую свое предназначение, при этом, когда я ощущаю уверенность, спокойствие одновременно и понимание главное. Знаешь, понимание, оно не только на уровне разума, а на уровне ощущений каких-то выше и глубже, чем разум, вот для меня это счастье. Когда это еще подтверждается какими-то вещами в физическом мире, например, опять же, много работы, много концертов, успех и так далее, это дает большую уверенность, потому что подтверждает то, что ты делаешь, дает этому какое-то физическое присутствие. чтобы у меня было как минимум 20 концертов в месяц, чтобы концерты были те, которые я выбрал из множества предложений и самое главное, чтобы это приносило мне настоящее удовлетворение, при том, что я продолжаю играть свою музыку и она продолжает помогать людям, а мне реализовывать свое предназначение. Редактор субтитров А.Семкин